Привет, друзья! И в частности, фанаты марки BMW, для которых сегодняшний выпуск может стать настоящим откровением. Всё дело в том, что довольно-таки авторитетное издание Car Magazine поделилось очень шокирующей и в то же время сомнительной информацией, к которой я лично отношусь с долей скепсиса. Всё дело в том, что по внутренним источникам издания в следующем году компания BMW выпустит электрический суперкар под именем BMW iM2. Но больше всего удивляет то, что уникальная двудверка, по заверениям издания, получит отдачу в 1 кВт или же 1360 лошадиных сил. И это больше всего впечатляет. К тому же в издании уверяют, что новинка будет тратить на первую сотню менее 3 секунд. И якобы в планах компании вывести электрокар на Нюрбургринг и преодолеть на нем 7-минутный барьер. Мы решили перепроверить эту информацию в других источниках. И действительно, издание BMW Block также владеет кое-какой информацией на эту тему из своих собственных источников, которые также подтвердили разработку электрической АМ2. Но вот отдачу в 1360 сил они опровергают, утверждая, что потенциал двухдверки будет значительно ниже. И здесь возникает некий диссонанс, так как с одной стороны в такое действительно мало верится, а с другой в следующем году подразделение BMW M исполняется 50 лет. И такую круглую дату не мешало бы отметить чем-то особенным и встряхнуть весь автомобильный рынок. Так что какой-то смысл в этом все же есть, и BMW может пойти на такой шаг. В любом случае, пока рано делать какие-либо выводы. И я думаю, что уже ближе к концу этого года ситуация прояснится. Друзья, а перед тем, как мы продолжим, хочу напомнить вам, что у меня есть еще один канал с моей авторской музыкой, доступный по ссылке в описании. Если вам это интересно, переходите и присоединяйтесь. Хонда и Акура будут использовать в своих электромобилях аккумуляторные батареи производства General Motors. Речь идет о новой разработке американцев под кодовым именем Altim. Эти же батареи используются в новом Хаммере и ряде других электрокаров под брендом Cadillac. Такое неожиданное решение японцев является частью стратегического партнерства Honda и General Motors, которое включает в себя поставки аккумуляторных батарей, а также сборку электрокаров для японского бренда на двух заводах американского концерна в Мексике и США. Вполне возможно, что в будущем партнерство обеих компаний будет более тесным, и это даст возможность создавать производителям конкурентоспособные продукты. Сейчас же Хонда сосредоточена на запуске своей собственной платформы для электромобилей, на базе которой будет выпущено целое семейство моделей с нулевым уровнем выбросов. А к 2030 году Хонда планирует увеличить долю электромобилей до 40% от общего объема продаж. Немецкий стартап Electron Motor анонсировал новый электрический гиперкар под громким именем Quasar. Но как это часто бывает со стартапами, новинка пока не существует в физическом обличии. А все, что смогла предоставить компания в качестве подтверждения существования данного проекта, это парочка дизайнерских скетчей, из которых видно, что ребята очень вдохновлялись шведским гиперкаром Кёнигса Кьеско. Правда, по технической части Quasar совершенно другой зверь. В стартапе обещают четырехмоторную силовую установку на 2300 лошадиных сил, что больше любого другого электрического гиперкара на сегодняшний день. И уверяют, что разгон до первой сотни будет занимать всего 1,65 секунды. Такого показателя парням удастся добиться благодаря низкой массе – всего 1500 килограммов. Правда, какой-либо информации касательно аккумуляторной батареи в компании пока не сообщают, что, естественно, вызывает некоторые сомнения касательно достоверности всех этих значений. Самое интересное, что ребята уже определились с датой анонса гиперкара, который будет запущен в производство в 2023 году. Всего в Электрон Мотор планируют построить 99 таких автомобилей. Что ж, друзья, а у меня на сегодня еще не все, так как позже выйдет еще один ролик, так что подписывайтесь на наш канал и не забывайте о группе в Инстаграме, которая доступна по ссылке в описании. Всем удачи, пока! Субтитры создавал DimaTorzok